Всем привет! Сегодня в центре нашего объектива снова привод Python, который все больше набирает популярность среди владельцев Peugeot Traveller и соплатформенных автомобилей. В этом видео мы расскажем о пользовательских настройках электропривода Python, которыми с помощью пульта дистанционного управления, кнопок на панели приборов и ручек с движной двери может управлять сам владелец минивэна. Начнем с самой важной настройки, которая напрямую влияет на безопасность. Это возможность заблокировать дверь во избежание ее случайного открытия во время движения минивэна или несанкционированного выхода пассажира из автомобиля. Давайте посмотрим, как это сделать. Открываем дверь, перемещаемся к ее задней части. Находим переключатель детского замка. Он сейчас в положении выключено. Поворачиваем. Он включен. Важно! Блокировка двери работает только при включенном центральном замке. Также дверь будет заблокирована вне зависимости от того, включен у вас детский центральный замок или нет, при попытке ее открыть при открытом лючке бензобака. Открываем лючок. Контроллер блокирует управление приводом. Мы не можем открыть дверь ни при помощи ручки, ни при помощи кнопки. Кнопка, кстати, моргает, сигнализирует об этом, что невозможно открыть дверь. Нажимаем. Не работает. Закрываем лючок. И дверь снова в работе. У всех у нас свой жизненный ритм, свой стиль вождения. И привод питон дает возможность выбрать удобную для вас скорость работы двери. Для этого необходимо удерживать кнопку управления приводом в течение 10 секунд. Дождаться двойного сигнала. Отпустить. Запустить цикл открытия или закрытия двери. Для того, чтобы уменьшить скорость открытия двери, необходимо несколько раз нажать кнопку управления во время закрытия двери. Причем каждое нажатие будет означать уменьшение скорости на одну ступень. Для того, чтобы увеличить скорость, необходимо во время открытия двери несколько раз нажать на кнопку управления. При этом также каждое нажатие будет означать увеличение скорости движения на одну ступень. Для того, чтобы сохранить выбранную скорость, необходимо нажать кнопку управления и удерживать ее до появления двух сигналов. И затем отпустить. Дождаться длинного сигнала, который будет означать, что выбранные вами параметры сохранены. Для удобства посадки и высадки пассажиров и поддержания благоприятного климата в салоне, привод питом позволяет настроить необходимую ширину открытия двери. Для этого нажмите кнопку управления приводом и удерживайте ее в течение 20 секунд до появления трехкратного звукового сигнала. Затем переместите дверь в нужное вам положение. К примеру, такое. Нажимаем и отпускаем кнопку. Проверяем. Дверь запомнила свое положение на необходимом вам расстоянии. Отмечу, что регулировка скорости и ширины открытия двери – это уникальные функции электропривода питом. Вы всегда можете отказаться от выбранных настроек и задать новые. Для этого необходимо сделать сброс к заводским настройкам. Удерживаем кнопку управления приводом до появления длительного звукового сигнала. Отпускаем. Все, настройки сброшены. После этого необходимо, чтобы привод прошел режим программирования. Нажимаем кнопку. Дверь медленно закрывается. Контроллер издает короткие звуковые сигналы. Затем дверь самопроизвольно открывается на всю ширину дверного проема. Привод готов к работе. Надеемся, это видео позволит всем владельцам минивэнов использовать все возможности привода питом. Приобретайте привод питом в нашем интернет-магазине и у официальных дилеров компании Adore. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»